Общественная палата России создаст столице карту нелегальных продуктовых баз. На этой неделе прошел круглый стол, где шла речь о гаражах возле промзоны и рынков, которые превратились в криминальные трущобы. Шокирующие кадры происходящего за железными воротами мы уже показывали. После наших репортажей одной такой базы в Вишняках всю неделю дежурили активисты Центра профилактики правонарушений. Какие еще меры предпринимаются для борьбы с этим пережитком 90-х, знает Ирина Баранова. Я не оставлю, потому что сколько лет я здесь торгую, не буду торговать. Торговлей этот мужчина называет нелегальный бизнес. Он развивался и процветал в гаражном кооперативе недалеко от метро Выхина годами. Машин здесь давно нет. В этом жутком квартале есть спальные места, склады для вещей непонятного происхождения. Здесь даже выращивают овощи, в кастрюлях протухшая еда. Ее клюют гуляющие по территории куры. Кур тоже выращивают на продажу. В грязи смрадий, полной антисанитарии. Хранятся продукты, которые здесь же и продают. Все гаражи переоборудованы в склады, холодильники у них там, свои офисы. Прямо с территории гаражей ведется торговля. Полиция приезжала, опечатала гаражи, хотя вот сейчас все пломбы сорваны. Битву с гаражными нелегалами начали активисты профилактики правонарушений. Уже на следующую ночь после визита сюда с полицией здесь вновь началась незаконная деятельность. Вывозили товар через дырку в гаражах, в заборе гаражей. Вывозили товар, наши сотрудники их задержали, полицейские их проверили. Двоих сразу на депортацию. Медицинская книжка у вас есть? А это уже теплый стан. За торговым центром скрывается нелегальная продуктовая база. Почерневшие от времени и жары туши. Горы костей, пол покрыт толстым слоем жира. Протухшее мясо отсюда идет на кухне местных забегаловок. Торгуют здесь без документов, медицинских книжек и разрешений. Туплятина и бычки в томате. Обычный ассортимент. Нелегальную торговлю в гаражных кооперативах пресечь просто так. Почти нереально. Гаражи, собственности или долгосрочной аренде. Это же частная территория. И никто без согласия находящихся там лиц не может санкционировать такой вход. Представить себе ситуацию, когда чиновник из департамента торговли, а часто это там женщины, заходят в гараж и говорят, оставайтесь здесь на месте, всем стоять, предъявите документы. Мы изымаем у вас эту продукцию. Такая ситуация немыслима, потому что у чиновников нет на это полномочий. Эта ситуация сложилась еще во времена мэра Лужкова. Тогда, обладая нужными связями и деньгами, можно было решить любой коммерческий вопрос. Все столичные рынки были под контролем преступных группировок. На сомнительные деньги возводились уродливые самострои по всему городу. И гаражи как раз тогда стали сосредоточением криминала. Там прятали угнанные машины, хранили оружие. Туда ездили на разборки бандиты. Там даже прятали похищенных бизнесменов, у которых вымогали деньги. И в целом наследие 90-х нынешние городские власти почистили изрядно. Закрыт жуткий черкизовский рынок. Снесли сотни самостроев. С улиц убрали палатки. Хотя сколько крика было про гибель малого бизнеса, дескать, без палаток, продающих алкоголь из-под полы, палаток, работающих по черным схемам, не платящим налоги в казну, он не проживет. И только гаражная мафия пока что сопротивляется. В трущобах гаражных кооперативов крутится криминал. Зарабатывает миллиарды. Кровь им закончена вот эта настройка. Я тебе отвечаю. Каждый раз, когда на окраинах города власти пытаются убрать очередные гаражи, начинается страшный скандал. И надо понимать, что его инициаторами являются вовсе не автолюбители, а хозяева криминального бизнеса. Так было, например, когда два года назад сносили гаражи возле метро Тимирязевская. Машины там стояли едва ли не в трети гаражей. А остальные занимали как раз торговцы соседнего рынка. Они в гаражах хранили свой товар. За любым нелегальным бизнесом стоят огромные деньги. И терять их никто не хочет. В конце этой недели в общественной палате России состоялся круглый стол. Представители правоохранительных и контролирующих органов, присутствуя окруженных властей, обсуждали нелегальные производства в гаражах. Мы обращаем внимание, что у нас уже больше 10 дней идет ситуация вокруг Выхина. Так туда до сих пор не выехал Роспотребнадзор. Хотя мы все центральные средства массовой информации показали все, что там происходит. Да туда до сих пор не выехала прокуратура. Ладно, прокуратура, даже участковый в Вишняках, судя по этим кадрам, вел себя, скажем так, странно. Ты рот свой закрой, блядь. Я сейчас заберу в камеру, блядь, будете сидеть у меня там. Позже, правда, пояснил. О происходящем в гаражах узнали только что. Я ничего не могу сказать, я не знаю пока еще. Мы сейчас разбираемся, проводим проверку. Результаты этой проверки с нетерпением ждут жители ближайших районов. Свои жалобы они разослали куда только можно. Ирина Баранова, Станислав Редикульцев, Илья Косторнов, Ксения Узунова, Вести, Москва.